День городского округа Люберца отметили с размахом. Обширная концертная программа, выставки торговых и промышленных предприятий, спортивный флешмоб. Жители, пришедших на праздник, ожидало действительно много интересного. На основных площадках праздника побывали корреспонденты телеканала ЛРТ. Ни один праздник в Люберцах не проходит без спорта, поэтому одной из первых площадок, где организовали массовые мероприятия, стал стадион «Торпеда». С самого утра футбольное поле превратилось в большую спортивную зону. Здесь прошли соревнования и показательные выступления различных секций. Но основным и, по сути, историческим событием стало установление рекорда России по жиму лёжа. Люберчанин Анатолий Сербин 25 раз поднял штангу весом 150 килограммов. Готовился, на самом деле, недолго. Около двух недель. Только начал свою подготовку. Пока нахожусь в средней форме, всё самое интересное будет перейти. Центральный парк в этот день тоже выглядел не так, как обычно. Попав сюда, люберчане могли совершить экскурс в историю. Здесь их ожидали гости из Средневековья. Мы делаем штамп по коже, по средневековой технологии. Можно присоединиться, например, к мастер-классу, если хотите. Кроме того, здесь можно было встретить саму Екатерину Великую. По Центральному парку она гуляла вместе с Петром Первым и главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким. Таким составом они посетили праздник урожая и наградили лучших люберецких садоводов. Вот такая вот награда за заслуги перед Люберецким районом. Это уже история Люберецкий район. Но правоприемник городского округа. Вот такая награда я вам её передаю. Здоровья, долголетия. И спасибо, что вы сами сегодня. А недалеко от Центральной площади гостей праздника ждали угощения по-люберецки. Отведать любимые блюда в этот день можно было абсолютно бесплатно. Щедрые предприятия общественного питания также были отмечены главой городского округа. Собираются по итогам опроса, голосования и отзывов 10 лучших предприятий. Предприятия общественного питания и услуг. Это кафе или рестораны. Значит, по итогам этого года у нас достойных, самых достойных было 8 предприятий, которые здесь были озвучены. Официальное открытие праздника состоялось на площади перед администрацией. В этом году день рождения Люберец отметили уже в новом статусе. Для гостей мероприятия впервые прозвучал гимн городского округа. ПЕСНЯ Лучшие творческие коллективы выступили на главной праздничной сцене, а слова поздравлений и пожелания дальнейшего развития Люберецкому краю прозвучали от первых лиц города, области и государства. Я хочу поздравить с праздником тех, кто живет, трудится на Люберецкой земле, кто учит наших детей, лечит нас, заботится о нас, стоит на страже правопорядка и закона. Замечательный день. Хочется пожелать каждой семье тепла, уюта, благополучия. По традиции в этот день состоялось награждение люберчан, которые внесли значительный вклад в развитие родного края. А настоящим украшением праздника стало шоу «На небесах», устроенное летчиками холдинга «Вертолеты России». Вертолет Ми-28 – всепогодный боевой вертолет круглосуточного применения. Всего день городского округа отметили на 23 праздничных площадках. Традиционно местом притяжения многих люберчан стал парк на Наташинских прудах. Выставки, мастер-классы, ярмарки и праздничный концерт проходили здесь на протяжении всего дня. В Наташинских парках сложилось, что здесь самая такая красивая, удобная зона отдыха, или нет? Да! Но сегодня весело! Очень! Поэтому я вас искренне поздравляю с праздником, день рождения города, город славный, город труженик. В нем живут самые лучшие люди на планете. Но и безусловно, такой грандиозный праздник не мог завершиться просто так. К кульминации дня города стал красочный салют, который прогремел ровно в 21.00 на 8 площадках городского округа. В 394-й день рождения Люберец отметили порядка 36 тысяч человек. Луиза Егия-Зарян, Яна Яковлева, Мария Лапычева, Дмитрий Родзянко, Дмитрий Шарапов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова